Добро пожаловать на первую часть прохождения Forza Horizon 5 Hot Wheels. С вами Дима OnePoint, устраивайтесь поудобнее, ну а я погнал. Ну и конечно же на карте у нас появился значок Экспедиция Hot Wheels, и нам сразу же предлагают проложить туда маршрут, поэтому мы не будем в этом всем отказывать, сразу же туда переносимся, и давайте посмотрим, как же у нас начинается это долгожданное дополнение. Эй, Хейли, что это? Круто, не каждый день тобой выстреливают из огромной пусковой установки Hot Wheels. Принцип работает такой же, собрать ее было нелегко, но зато мы построили самый большой парк аттракционов на планете. О, и вот они, наши новые автомобили. Вперед, пусковая установка ждет нас! С пусковой установки нас будут запускать куда-то, видимо, в небо в парк Hot Wheels, да, насколько я понимаю? Да, 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 именно так и есть. Смотрите, прикольно, кстати, это, знаете, отсылочка на вот эти вот трассы есть, где машинка за вот эти вот рельсы, или как они называются, цепляются, и вот так вот ездят по кругу. Эта вот, вот эта пусковая установка похожа именно на вот это, как будто какая-то небольшая отсылочка. Хотя, хотя я небольшой эксперт во пусковых установках Hot Wheels, может быть, там такая установка есть в каком-нибудь из наборов, там, я, честно говоря, не знаю. Но, тем не менее, выглядит это, конечно, прикольно, и заставочка забавная. Я чувствую, что сейчас мы поедем как раз вот на вот этой машине из Hot Wheels. И, кстати, если что, на ней как раз вот эта вот прекрасная новая окраска. И я напоминаю, что раскраски Hot Wheels появились также и просто в обычной Forze Horizon 5, не в дополнении, и можно вполне себе спокойно флеймы всякие добавлять на нашу машину. Но там даже не флейма, там такая, типа, я даже не знаю, как правильно вам это сказать, такая с блёстками, короче, раскраска, очень похожа на то, что у нас было, например, ну, как было. Такого, наверное, не было. Но, тем не менее, в общем, вот как-то вот так у нас всё это начинается. Вот сейчас я еду по этой трассе в Hot Wheels, и я не вижу какой-то особой сложности. И я бы не сказал, что этот прицел мне уж прям как-то уж сильно помогает. Но, тем не менее, раз мы могли не включить петлю, ну, конечно же, конечно же, петля. И, на самом деле, вот это всё начало Hot Wheels меня реально отсылает к дополнению Hot Wheels, которая была у нас ещё в Forze Horizon 3. Поэтому, наверное, как я говорил, это очень неплохой вариант прикоснуться ко всей вот этой вот движухе Hot Wheels'ной в Forze Horizon тех, у кого не было в Forze Horizon 3. Поэтому он мне себе замечательная штука. И, в общем-то, у нас здесь какой-то истребитель даже вместе с нами летает. Ну, в общем, это, знаете, такой прям тупо показательный заезд. И, кстати, машина, на удивление, хорошо управляется. И я вообще не парюсь. Мне даже тормозить нигде не надо. Она просто летит, как ракета, и всё. Как самолёт. Так, и, тем не менее, у нас вот есть вот эти вот магнитные поля. И, кстати, вот эти вот магнитные поля, они прям чувствуются. Машина здесь не так как-то, ну, вообще... Ну, как сказать-то? Она как будто реально примагничивается. То есть ты это чувствуешь в управлении, что она всё, она теперь примагнитилась. И вот сейчас вот, она более легко себя чувствует. Да, это прикольно. И, конечно же, ускоритель. И я теперь понимаю, почему у нас здесь есть прицел. Прицел нам помогает просто в полётах управлять автомобилем, чтобы мы полетели именно туда, куда нужно. Прицелиться и так далее. И, кстати... И, кстати, друзья, вы посмотрите на вот эту прекрасную машину. Нам сейчас знакомят именно с теми тачками, которые появились прямо в этом дополнении. Потому что, честно говоря, там как бы есть по новостям. Новостей, кстати, не было. Я вам заранее хочу сказать, что вообще в сезонах будет 10 новых автомобилей. Ну, как 10 новых автомобилей? По сути, это один новый автомобиль. Это у нас будут внедорожники Е-класса, которые электрички. И, по сути, это один и тот же внедорожник. Просто он в различных ливреях. Их 10 штук. И вот их нам будут раздавать. А также можно будет забрать еще Поршики. Ну, Порши, понятное дело, они там тоже все были в Порте Хорайзен 4. Поэтому, если вы хотите увидеть воистину новые автомобили, которые нигде до этого не появлялись, уже такой прикольный дракон, то вам, конечно же, нужна Hot Wheels. И, в общем-то, вот здесь вот в начале самом нас как раз с этими новыми машинами и знакомили. Так что, конечно же, прикольно. Но, тем не менее, смотрите, как опасно. Там просто был обрыв, и мы могли вполне себе спокойно улететь куда-то, куда-то в воздух, мне кажется. Чувствуешь, что на воздушном участке пришло время раздогнаться по-настоящему? Окей. Воздушный участок, это интересно. Давай направо. Блин, прикольные на самом деле трассы, но слишком много воздуха между ними. Я все-таки люблю, когда у нас все более-менее заселено. А здесь, как вы видите, все как бы вот где-то там в небе. Поэтому, ну, я не знаю. Но, тем не менее, это выглядит все очень красиво и очень необычно. Любители трекмании сейчас точно покайфуют. Хотя я бы не сказал, что вот пока что вот здесь вот эта вот трасса, она какая-то сверхсложная. Не знаю. Еду я на этой машине вообще без всяких проблем, потому что, ну, типа, в том же Hot Wheels, который у нас был в Forza Horizon 3, проблемы там бывают. То есть машина, она как-то, ну, все-таки реагирует на все эти перепады высот и на инерцию, гравитацию, на все, короче, реагирует. Здесь же машина, она как будто немножко не реагирует. Как будто она вот прям типа как игрушечная. То есть, если вы играли Hot Wheels Unleashed, вы понимаете, что там машины, они себя ведут, ну, прям вот как игрушки. Здесь же вот они что-то среднее взяли между реалистичностью и поведением машины как игрушки. Потому что, по крайней мере, поворачивает она прям вот чисто как игрушка. Ее не заносит ничего. Идеальный держак. И вот тут мы приезжаем. Получается, первый показательный заезд мы прошли. И вот, конечно же, логотип Hot Wheels. Добро пожаловать, друзья, в Forza Horizon 5 Hot Wheels. Я думаю, на этом этапе вы уже должны там поставить лайк. И мы, конечно же, зарабатываем тем временем первую ачивку. Никто не ждет. Вы добрались до Forza Horizon Hot Wheels. Начало было крутое. Чтобы получить район к новичок, тебе нужно пройти квалификацию. Мы с Лихандрой будем ждать тебя здесь. Ну что ж, друзья, давайте прокатимся. Я надеюсь, да, маршрут у нас прорисовывается. Вот тебе новенький Baja Bonshaker. Друзья, новая машина для Forza Horizon 5. Да и вообще для всей серии Forza. И вот теперь мы в открытом мире. Мы в открытом мире. И давайте сразу же посмотрим на карту. Карта, понятное дело, она у нас есть, что сливалась. Я напоминаю, что все ссылочки в описании, вы можете подписаться на телегу. И там очень много новостей я все время пущу. Поэтому вы всегда будете в курсе всего. Также есть еще и ВК-паблик. Но новости игровые я там не пущу. Но тем не менее, если вы хотите понаблюдать и посмотреть, понаслаждаться красивыми, тюнингованными автомобилями, ну и просто красивыми тачками, я там разные выкладываю, поэтому вы можете на него подписаться. И каждый день увидеть новые красивые автомобили, друзья. Ну, в общем, тут у нас пока что ничего нету. Но тем не менее, вот как-то так вот. Разные биомы у нас представлены. Очень все это прикольно сделано. Но главное, что у нас тут есть как бы зимняя зона с вулканами. Зимы многим не хватало. И, конечно же, я хочу зайти сейчас в настройки. Появился там этот пункт или нет? Есть. Сложность. Появилась. И вот. Помощь на трассах Hot Wheels. Вот это новый пункт, который у нас добавился здесь в параметрах. Мы его отключаем, потому что здесь он мне не нужен. И прицел этот все равно остается. Подождите, а как этот прицел выключить? То есть, помощь на трассах Hot Wheels, это, наверное, про то, что я и говорил. То, что машина, она слишком такая прилипшая. Вот, я нашел. Специальных возможностей есть индикатор наклона Hot Wheels. Поэтому мы его берем, отключаем. И теперь будет все нормально. И маньячит у нас этого прицела здесь не будет. Ну, нафиг он нам нужен, как бы. Ну, тем не менее, бунтшейкер, кстати, ничего себе едет. Какой у него? Б-класс 700. А при этом наваливает. Офигеть как. Немножечко, смотрите, занесло. Но все-таки у меня включена помощь на трассах Hot Wheels. Поэтому вот сейчас как раз за счет этого машина нормально и поворачивает. Потому что я думаю, если это отключить, здесь уже будет ездить посложнее. Но, тем не менее, зачем нам сложность, когда у нас, кстати, там и так стоит на непобедимом уровне. Когда пройдешь квалификацию, можешь получишь допуск ко всем заездам для новичков. Одиночная игра, полетели. Я, я не знаю, боты на уровне непобедимые меня сейчас могут порвать. И вполне возможно, что мне, может быть, придется их поставить, ну, полегче. Я хочу найти человека, да, из стойного звания легенды Hot Wheels. Поэтому оценю квалификацию гурщиков мне будет помогать Лехандро. Спасибо за доверие, Хэлли. Давай начинать. Накинь что-нибудь потеплее, тебе пристой познакомиться с ледяным участком. Ледяной участок, друзья. Вот как я и говорил, это прекрасно просто. Ну что же, полетели. Вылезет офигенно. Они как будто взяли просто Blizzard Mountain и из него зафигачили вот это вот нечто. О, у нас там динозавр, кстати, стоит. А их искать случайно не надо. О, да. Давайте наверх, набирайте скорость. Окей. Тут главное, кстати, никуда не улететь, потому что, вы заметили, да, бортики есть далеко не везде. Одна звезда, 32 километра в час. У нас там какой-то радар скорости, скорее всего, будет. Нас, может быть, с ним будут знакомить. А, нет, до скоростного участка нужно добраться. Все, хорошо. Я, как всегда, не умею читать. Извиняйте меня, пожалуйста, за это. Итак, 1,8 километра. Я уже вижу перед собой скоростной участок. Сейчас мы его должны пройти прям нормально. Прямо на скорости. Ну что же, полетели. И здесь у нас, видимо, лед. Да, машину заносит. Охренеть! У нас обиледенела трасса, друзья. 208 километров в час. Надеюсь, я выдержу. Так, вот это было не очень хорошо. Скорость у нас сбавляется. Так, так. Это интересно. Так, опять я притерся зачем-то к заборчику. Не, ну я на 3 звезды хочу это сделать. 194 хватит на 3 звезды? Или нет? Неплохо, у тебя все шансы стать легендой. Я скажу Хелли, что тебя можно зачислять в Академию в ранге новичка. Квалификация пройдена, и мне больше всего интересно посмотреть, что там по звездам. Да, 3 звезды. Шикарно. 194 километров в час. Интересно, кстати, сколько нужно было там на 3 звезды эти километры в час. Привет, сосиски. Вот твоя награда за прохождение квалификации. Мы официально зачистить тебя в новички и добавили кучу заездов в твое расписание. Завершай их и получай медали, если хочешь стать легендой Hot Wheels и получишь доступ к самым быстрым автомобилям. Интересно, интересно. Смотрите, у нас все это разделяется по рангам. Пока что нам говорят, чувак, ты можешь кататься в ранге B. Следовательно, если мы можем кататься в ранге B, то как бы у нас Баха под это все подходит. Но пока что, прежде чем мы поедем проходить все эти заезды в ранге B, давайте-ка, я думаю, скатаемся вот в этот вот Hot Wheels. История скорости. Как это все начиналось. Хотя, хотя, это, наверное, лучше будем проходить отдельным эпизодом. Давайте сделаем так. Вот именно историю мы пройдем отдельно. А сейчас поехали пока в гоночке, да. Я понимаю то, что история это очень интересно, но гоночка у нас находится рядышком и до них не очень далеко ехать. В общем, что я могу сказать? Баха меня радует. Очень прикольный автомобиль. Гене в мысли сходится. Так, рекомендую заданию прямо туда едешь, Гене в старую черте. А, то есть она, она нас хвалит за то, что мы поехали туда. Окей. Заглянем в Академию, посмотрим. Ага. Окей, хорошо. Нам тут рассказывают, куда мы можем заглянуть и что мы можем получить. Окей, хорошо. Так, ну что, поехали. Нам нужно выиграть сейчас первую гонку. Прикольно, что есть подсказки, которые сразу же нам говорят, что и как нужно делать. И вы, в принципе, в этом всем деле не потеряетесь. Это классно. Это экстремальный заезд. Советую брать внедорожник. Пасмассовые трассы тоже бывают не из легких. Советую брать внедорожник. Б-класса. Но я, наверное, не буду выпендриваться. Я все-таки буду проходить это на тачке Hot Wheels. Так, рекомендуется. Окей, хорошо. Раз рекомендуется, поедем на нем. Блин, какой он все-таки монструозный. Вообще. Очень прикольный. Еще и под номером 13. И я напоминаю, что сейчас у меня дроватары уровня непобедимой. Поэтому, если у меня будет обосранс, пожалуйста, не пинайте на меня. Но, тем не менее. На трассе разбросаны ледяные участки. Окей. Нас предупредили, что кое-где мы можем нахер улететь, походу. Ну, ладно. Опытный или выше, кстати. Между прочим, чтобы зарабатывать дополнительные медали. И у нас тут есть снег. Привет, снег. Как мы давно не виделись. Охренеть. Нет, друзья. Вот именно ради снега это дополнение уже для этого и нужно. Чисто насладиться вот этим вот. Блин. Я не могу. У меня сейчас ностальгия просто об Ризард Маунтинг. Как же мне это дополнение нравится. Ух, снежочек, снежочек. Красота какая. Просто какая красота. И, кстати, на удивление, у нас здесь не кольцевой заезд. Вон, вы видите, слева сверху проценты. Мы выезжаем на лед. Блин, это реально ностальгия об Ризард Маунтинг, друзья. Просто нереально. И машину, кстати, несет. И несет-то очень сильно, я вам скажу. Так, хорошо. Хотя многие сейчас скажут, какая, Дима, тебе ностальгия об Ризард Маунтинг? Как бы вот эти вот ледяные заезды можно было устроить спокойно и в Форзе Хоризен 4, когда зимний сезон. Как бы в чем проблема. Но, тем не менее, друзья, у нас уже достаточно большое время есть в Форзе Хоризен 5, да. И как бы не хватало там вот этого всего. Они, знаете, вот они, разрабы, они как будто специально это сделали. То есть вот мы там с вами ныли, да, насчет того, что где зимушка-зима, где сезоны, куда вы их дели. Вот, вот вам сезоны. В первом же дополнении. Это прикольно. Так, мне главное сейчас в забор не улететь. Уже заносит здесь, конечно, жестко. И я не знаю, может быть, я все-таки прогадал. С древотарами он непобедимый. А то сейчас еще не получится вот этих вот двоих догнать. И буду там на третьем месте чалить. Не особо бы хотелось. Так, надо, мне кажется, как-то их атаковать. Третья позиция, друзья. 51%. Я, в принципе, понимаю уже за все свое время игры Force Horizon, разные части, что где-то к 70% они сейчас начнут сдаваться. Я еще тут не по траекториям езжу, но, тем не менее, посмотрим, будут ли они сдаваться на 70% или нет. Обычно у древотаров логика такая. Но сейчас мы на это все посмотрим. Так. Ну, здесь можно, мне кажется, не тормозить. Или все-таки лучше бы тормозить. Заносит, слушайте. А заносит очень сильно. И они уезжают от меня. И вон, меня там даже сзади догоняют. О, снежочек, смотрите. Иначе на экраны Баха меня обгоняет. Какого хрена Баха? Нет, тут нужно 100% вставить на опытный, потому что, ну, типа, камон. На первые места мы тогда не приедем. Вообще совершенно нет. И здесь у нас еще и лед есть. 76%. Блин, догоню, не догоню, не знаю вообще. Вроде стараюсь на Боншейкере ехать как только могу, но... Что-то как-то никак пока что. 80% они просто уезжают от меня. Я их не могу удогнать совершенно. То есть машина здесь нужна такая более прокачанная. То, что нам дали вот разработчики игры. Ну да, да. Но не едет, к сожалению. Что поделать? Что поделать? Может быть, если бы я переключился на механику. Может быть, было чуть-чуть пошустрее. Но я думаю, все-таки не намного. 91% боты даже не думают сдаваться. Я без тормозов здесь залечу. Может быть, получится кого-то обогнать. Давай, 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 давай. Нет, 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 нет. Ну, пропихнулся. Пропихнулся на второе место. Но это, конечно, печалька. Нет, надо будет немножечко понизить уровень сложности. Потому что на бахе что-то как-то пока что вот как-то вот так вот. И, конечно же, мне сейчас дали ачивку. Да, мне пришлось сделать перезаезд. Поэтому не делайте таких ошибок, как я. Вам в этом заезде нужно обязательно приехать на первое место. Поэтому, ну, чуть-чуть поменьше уровень сложности драватаров ставьте. Итак, у меня следующее тут задание. Между прочим, выиграть все три гонки, которые доступны для машин класса Б. На ранге новичок. Ну что же, погнали. Следующая у нас должна тоже не особо далеко находиться. Так, у нас тут Мексика. Вот, есть. Тут, кстати, между прочим, у нас воздушный шар Талисман. Это у нас новые коллектаблс, которые появились в этом дополнении. Не забывайте их обязательно забирать. Но, тем не менее, поехали до вот этой экстремальной линейной гонки. Я думаю, если у нас всего в Б-классе три заезда, то мне кажется, что за эту часть прохождения мы Б-класс полностью пройдем. И тем временем я напоминаю, чтобы вы не забывали подписываться на мой канал, чтобы не пропускать следующие части прохождения этого замечательного дополнения Hot Wheels. Но, как замечательно, мне пока что все очень нравится. И пока что меня это все дело устраивает. Я пока что ловлю просто лютые вайбы ностальгии, потому что в то время мне достаточно зашло дополнение Hot Wheels для Forza Horizon 3. И поэтому сейчас я вот это вот играю и прям вообще кайфую. Оно такое цветастое, яркое, солнечное за счет того, что находимся мы все-таки в небе. И, понятное дело, откуда тут тени будут падать. Но только вот если на каких-то вот этих вот огромных деревьев. Ну и, конечно же, здесь также у нас закрыты дороги. И также нужно ездить, их открывать, как и на обычной карте Forza Horizon 5. То есть все, по сути, вот как бы, ну, логично, понятно и так, как и должно быть. Ну что же, в этом заезде, я не знаю, будут у меня проблемы или нет. Но, в целом, мне кажется, проблем никаких не будет, потому что я поставил на пред-пред последний уровень сложности. Там у меня, по-моему, древотары уровня Эксперт сейчас стоят, насколько я помню. Но в предыдущем заезде они достаточно легко сдались. В этом заезде, я смотрю, они особо что-то оставаться не собираются. Поэтому, если вдруг кто-то уже расстроился, что вот, теперь Димона сейчас будет неинтересно смотреть, сейчас он будет везде на первых местах кататься, то нет. Как бы нет. Ну ладно, первый поворот. Сейчас мы посмотрим, что будет. Все толкаются, все бихаются. Титаны всякие. Или что это? А, Раптор. Раптор жирный какой-то слишком был у нас. Не очень-то он хотел, чтобы мы куда-то уехали. И внезапный прыжок. И сейчас я на Баха-трак приземлюсь, да? Нет, на удивление не приземлился. И, кстати, я видел такие комментарии, что люди писали, типа, ну вот, эти трассы Hot Wheels, это будет неинтересно. Было бы классно покататься хотя бы по какой-то суше. И да, вот видите, суши здесь есть. И причем, посмотрите, какая суша. Как это все красиво сделано. То есть, они реально соблюли какой-то вот такой некий баланс между вот этими трассами Hot Wheels и сушей. Где ты можешь просто проходиться вот по всяким каким-то речкам. Посмотреть на красивые водопады. И, в общем-то, ощутиться в различных биомах, которые, в принципе-то, нам и нужны, да? То есть, вот только что мы катались по льду, по снежку. Наслаждались снежинками, которые чуть ли не ртом мы ловили. Но, тем не менее, тем не менее, потом следующая трасса, другой биом, и все. И вот мы уже в зелени катаемся. И на вот эти вот снежные горы смотрим вот там вот где-то только вдалеке. Короче, красота. Это реально вот, ну, вот это вот дополнение. По крайней мере, мне сейчас, в данный момент, пока я вот нахожусь в экстазе от этого всего, мне прям очень много всяких приятностей это все дает. Поэтому, я не знаю, тут, конечно, решайте сами, нравится ли вам такое или нет. Но мне это очень нравится, потому что, ну, камон. Блин, тут прям много всего. Много всего разного. Понятное дело, что недельку поиграешь и по всем трассам проедешь и так далее. Не очень, конечно, огромное DLC. Но, тем не менее, оно не стоит прям каких-то сумасшедших денег. Поэтому, какая стоимость, такое DLC, как говорится. А тем временем у нас 83%. Машину мы отлавливаем, потому что тут ее начало уже нести от этой сумасшедшей скорости. Из-за которой мы, ну, скорее, разогнались. И тем временем у нас идут магнитные платформы. Здесь, понятное дело, мы никуда не улетим, не подпрыгнем. Даже несмотря на то, что там стояли ускорители. И приезжаем на первые места. Короче, блин, не знаю. Я прям такие вайбы ловлю. Это просто офигеть. Мне и как-то и Unleashed вспоминается, о которой Hot Wheels Unleashed. И дополнение Hot Wheels, которое было у нас в Horizon 3. Короче, блин, прям вообще. Ну что же, нам наговорят еще одну третью в игре. И я так понимаю, что у нас эта третья, да, последняя здесь будет. И мы разблокируем ранг А. А в ранге А нам должны дать следующую новую машину Hot Wheels. Потому что есть такое ощущение, я пока что не знаю. Я даже не смотрел прохождение и все вот это. Но есть у меня такое ощущение, то нам, скорее всего, будут давать Hot Wheels тачки. Вот именно новые. И на них мы будем проходить все вот эти вот задания. Машины, как видите, прокаченные, улучшенные. Поэтому, в принципе, ну, как бы, по крайней мере, на Эксперте, на котором у меня сейчас стоит уровень сложности, проходить, как видите, вообще несложно. Но, тем не менее, тут еще вот с этим лайфхаком для того, чтобы ездить нормально по вот этим трассам Hot Wheels. Хотя, кстати, есть у меня такое подозрение, что поставиться боком здесь все равно можно. Вот, даже на бахе я вполне себе спокойно ставлюсь боком. Там нету, конечно, скрипа резины и какого-то прям там жесткого дыма, потому что у нас все-таки не забывайте, что это пластик. И текстура пластика здесь отрабатывает, как вот это и должно быть в жизни. Поэтому, как бы, дыма здесь особо нету. Но, тем не менее, легенький дым такой вот присутствует. Хотя надо будет по приколу попробовать взять дрифткар, подрифтить на этих пластиковых трассах. Какой у нас будет дым? Было бы прикольно, если бы они сделали, что пластик даже чуть палиться начинает. Вот это было бы классно. Но мне кажется, что я опять слишком многого хочу. Ладно, третий заезд. Погнали. Экстремальная линейная гонка. Лесное ущелье. Обращайся с ровными дорогами. В этой гонке полномокаменистых участков, поэтому на нее лучше взять внедорожник. Классно, что ты мне это говоришь, когда, ну, типа, уже выбор машины-то прошел. То есть, типа, я бы мог взять внедорожник, но она мне будет вот как раз в этот момент говорить, что, типа, чувак, а надо было взять внедорожник. Классно? Очень своевременно, я бы сказал. Так, здесь нужно как-то аккуратно нам пролететь. Так, ребята, 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 расступитесь, пожалуйста. Здесь, здесь надо было отравозиться. Поймали. Поймали забор. Окей. И, кстати, да, из-за того, что здесь почти везде есть заборы, ваши накопленные движухи за всякие дрифты и так далее будут сразу скипаться, потому что, ну, типа, упираешься в забор и все. И у нас здесь какой-то пластиковый птеродактиль. Окей. Мы его пролетели. Кстати, в отличие от игры Hot Wheels, вот эти вот пластиковые штуки на трассе нам вообще ничего не делают, потому что, ну, там, например, есть всякие пауки, которые могут плюнуть тебя паутиной, и твоя машина остановится. Просто здесь, видимо, решили такие штуки не добавлять, потому что, ну, это было бы, наверное, совсем конкурент Hot Wheels Unleashed, потому что Hot Wheels Unleashed, хоть и прохождение этой игрухи уже у меня было давным-давно, но, тем не менее, ее поддерживают до сих пор, и, как бы, если что, ее можно вполне себе спокойно купить, играть в нее и наслаждаться. Особенно это будет, наверное, круто для любителей Hot Wheels, но это, как бы, в принципе, и это дополнение, оно тоже в основном для любителей Hot Wheels, потому что, ну, вряд ли кто-то насладится сильно этим дополнением, если на Hot Wheels вам, как бы, в принципе-то наплевать. Так, тем временем, 58% я не могу догнать первых двух. 60% уже. Вообще никакую. Так, это становится не очень хорошо. Так, аккуратненько. Так, здесь можно было срезать. Сейчас, подождите, я попробую сейчас очень экстремально срезать. Блин, нет, она не может зайти так в поворот, как я хочу. Сейчас, подождите секундочку. Я попробую это сделать. Я хочу войти в поворот так, чтобы прямо бота... А, и мы проехали мимо точки. Класс, блин. Я думал, она засчитается. Видимо, они это сделали специально, чтобы вот так люди, как я, не проезжали. Очень хитро. Ох, блин, ну тут... Ну как? Ну как? Ну как? Мне вот по-другому нужно было в этом повороте объехать. Я просто не понимаю. Пошел вон! Вот так вот, наверное. 74% прогресс. Здесь у нас резкий поворот. Догоню, не догоню. Так, нет, тут нужно по-другому. Немножко зайти, что-то я... Все, начинаются перемотки. Я занимаюсь совсем дерьмовой траекторией, а все потому, что... Точка кипения, блин. Да, боже ты мой, а! Залетел ужасно. Просто ужасно. Так, сейчас, аккуратненько попробуем зайти. Нормально в повороте. Все-таки, мне кажется, он шейкер не очень хорошо настроен. Ну, по крайней мере, для трасс. Может быть, для бездорожья хорошо. Не могу вообще его догнать. Ни в какую. Просто не тянет. Давай, 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 давай. Нет, это перезаезд. Это просто сейчас будет перезаезд. Мне это совершенно не нужно. Я хочу все проходить с первого раза. Я не знаю, блин, отматывать до того момента, где есть возможность его обогнать. Но у меня, по-моему, была только... Нам была только одна тема для атаки. Там вот, где был вот этот вот поворот. Черт возьми! Блин, я сейчас всю трассу отмотаю, мне кажется. Кстати, перемотку вообще, смотрите, как долго действует. Так, вот он этот поворот. Мне кажется, тут надо как-то перезаехать в нем. Аккуратно оттормаживаемся. Взлетаем. Стараемся не врезаться. Вот! Вроде бы на скорости. Вроде пролетел. Но смотрите, он все равно уезжает. Мне кажется, они на скриптах сейчас тут едут. Потому что, ну, что-то как-то вот прям вот совсем. Да, и все, и уезжает. Опять же, так же уезжает, как было до этого. Что-то фигня какая-то. Просто полнейшая. Может быть, это сделано специально, чтобы мы тут так и так перезаезд устроили. Ну, что за такое? Ну, смотрите. И ровно у меня получается плюс-минус такой же разрыв с ним. Да и блин. Ну, это хрень. Вот, наверное, одна все-таки из самых главных проблем в Forze Horizon 5. Вот именно в Forze Horizon 5. Потому что в четверке я этого не помню. В тройке тоже не помню. Это неравномерная сложность. Просто на каких-то трассах тебе ничего не нужно делать, чтобы их всех обогнать. А на других трассах ты просто физически не догоняешь каких-то лидеров. И это, мне кажется, просто поломанный искусственный интеллект. Потому что даже вот сейчас видно, как они сильно улетают от тебя. И ты просто ничего не можешь с этим поделать. Просто ничего не можешь. Потому что, ну, ты хочешь как бы ехать на машине из дополнения Hot Wheels, которую тебе вроде как дали. И вроде как эта машина должна хорошо себя чувствовать на этих трассах. И вроде как она и чувствует себя хорошо. Но, как видите, тот, кто едет на первом месте, он просто все равно улетает. Чтобы вы сейчас понимали, я еще понизил уровень сложности. Поставил опытный вообще. Это для меня супернизкий уровень. Но, тем не менее, что-то приходится делать. Потому что, ну, как-то нужно догонять. Нужно как-то обгонять. Потому что, ну, как так-то? Нужно приезжать на первые места. По-другому здесь вообще никак. Дополнение не проходится здесь. По-другому. И все равно, и вот 41% у идеи уже должны быть моменты, где я обгоняю. Ну вот, блин, из-за того, что они жирные. И хер обгонишь. Это просто ужас какой-то. И все. И улетает он опять. Он просто улетает. А у меня здесь, опять же, не так много сейчас поворотов, чтобы где-то его обогнать. Ну ладно, посмотрим. Может, сейчас что-то все-таки получится. Такое ощущение, что абсолютно точно такая же история. Прям точно такая же. Вы посмотрите, разрыв опять такой же. И, ну, где-то чуть-чуть. Вот просто вот на миллиметры. Как? Что? Почему я его не обогнал? Короче, есть у меня какое-то подозрение, что, скорее всего, здесь срабатывает какой-то скрипт. И если вдруг вы вначале не обогнали здесь дровотаров, то тот, кто будет ехать впереди, вы его просто физически никак не догоните. Он в любом случае будет от вас уезжать. Есть у меня такое подозрение. Потому что вот сейчас я в самом начале выбился вперед, и они там вплетутся вообще далеко. Они даже не пытаются меня догонять. Потому что, ну, еду я, ну, точно так же. То есть не быстрее, не медленнее. Абсолютно так же, как я ехал, например, в том же предыдущем заезде. Как вы помните, в предыдущем заезде я заехал, как бы, на второе место. Так что есть у меня такое подозрение, что тут немножечко с искусственным интеллектом дровотаров они что-то натворили. Вот именно в этом заезде. Потому что, ну, это очень странная ситуация. У нас дровотары, ну, как бы, не должны так ехать слишком быстро. И здесь, ну, просто, ну, на таком уровне сложности. Потому что я напоминаю, я поставил опытный. И вот сейчас они отстали совсем. Как это работает, я не понимаю. Но, тем не менее, с третьего раза я, наконец-то, приехал на первую позицию. Очень странно. Очень странно. Ну, время различается там, ну, на секунду быстрее. Но это, по факту, ничего особо не решает. Ну, а теперь вы не поверьте, что он предлагает. Нам предлагают проходить смелые выходки хотя бы по одной звезде за все эти дела. И причем у нас есть ограничения по категориям. Категория B. И без этого никуда. Окей, хорошо. Поехали. Надо, кстати, посмотреть, что у нас там уже рекорды, на чем люди поставили. На Бахо Бон Шейкер тут, кстати, вот есть у нас. Мне интересно. А может быть, есть какой-то тюнинг поинтереснее на этот Бон Шейкер? Потому что мне что-то совсем не нравится. ПТГ Оффроуд тут, кстати, вот есть у нас. Но оно... Оно точно такое же, только... Между прочим, вот с таким логотипом, если вы видите там чувак на качелях, это разработчик Playground Games. Поэтому давайте попробуем взять его, посмотрим, как разрабы настраивают тачки. Это очень интересно. Поэтому покупаю. И погнали проходить у нас испытания. Да, тут нам нужно как бы развернуться. Окей, хорошо. Ну какая же все-таки красота, ребят. Просто какая красота. Да, вы на это посмотрите. Эти разные биомы, конечно, смотрятся просто фантастически. Очень мне это все нравится. Ну и, конечно же, ранги Hot Wheels у нас зарабатываются. То есть вообще логика точно такая же, как у нас была в Ford Horizon 3. Мы точно так же там зарабатывали медальки. И у нас за счет этого шел прогресс Hot Wheels. И за счет этого прогресса открывались всякие новые возможности, новые автомобили и так далее. Новые трассы тоже. Вот, поэтому посмотрим. 231 км в час. Окей. Не очень много, я вам могу сказать. Прям не очень. Но, тем не менее, хотя бы одну звезду мы получили в ранге новичок. Только почему-то у нас пока что не засчитывается. А, ну потому что нужно за обе смелые выходки получить. Окей. А теперь у нас тут магнитный участок скорости. Полетели. Посмотрим. Ну, одну звезду, я думаю, мы тут точно получим. Потому что наш Боншейкер не особо шустрый, брат такой. Но, тем не менее, проехали. И у нас даже новый личный рекорд. Ну, понятное дело, потому что я до этого эту зону не приезжал. И теперь завершите главу, как все начиналось истории Horizon Hot Wheels, друзья. Ну, а эту главу мы будем проходить уже в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр первой части прохождения дополнения Hot Wheels для Forza Horizon 5. Не забывайте подписываться на канал. Поддержка осуществляется на Бусти. Ну, и, конечно же, респект вот этим парням. В общем, заходите в описание, там очень много приятных ссылочек. С вами был Дима OnePoint и до встречи в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok